Трагедия в Крокус-Сити-Холл болью отозвалась в сердцах белорусов. В дни объявленного траура в Российской Федерации приспущены и государственные флаги в Беларуси. Сегодня в Генеральном консульстве России в Бресте открыли книгу соболезнований в память жертв террористического акта. Первым запись книги соболезнований оставил председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко. От имени жителей Брестской области он выразил глубокое соболезнование красногорцам и всему российскому народу, пережившему последствия террористического акта. Жители первого региона разделяют боль россиян, скорбят по погибшим и желают скорейшего выздоровления пострадавшим. По предварительным данным в результате теракта погибли более ста человек. Среди них есть и белорусы. Вместе мы скорбим. Наша страна занимается расследованием этого ужасного теракта. Все виновные будут найдены и наказаны. Терроризм – это то зло, которое должно быть побеждено, чтобы это не стоило. Вместе мы победим. Оставить запись книги соболезнований для официальных лиц и общественных организаций можно будет 25 и 26 марта с 10 до 13 и с 15 до 17 часов. Все мы искренне скорбим вместе с братским российским народом о чудовищном преступлении против человечности, теракте в Крупус-Холе. Мы выражаем искреннее соболезнования родным и близким всех погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавших. Уверен, что возмездие настигнет организаторов и исполнителей террористического акта. И ничто, даже самые суровые испытания никогда не смогут поколебать нерешимый союз народов Беларуси и России. Свои соболезнования братской России выразили и 16 членов депутатского корпуса Палаты представителей Национального собрания от Брестской области. Живые цветы – запись в книге соболезнований. Свидетельство того, что наши народы едины не только моменты радости, но и скорби. Мы пришли сюда сегодня по зову сердца. Мы скорбим вместе с родственниками тех людей, которые пострадали. Мы выражаем искреннее соболезнование всем россиянам, прежде всего, конечно, близким родственникам, членам семей. Мы искренне надеемся, что те люди, которые находятся в больницах, выздоровеют и желаем им скорейшего выздоровления. С момента теракта к зданию Генерального консульства Российской Федерации пришли свыше тысячи брещан и продолжают нести цветы в память о погибших. Все желающие выразить соболезнования по поводу трагедии в Крокус-Сити-Холле могут также отправить их и по электронной почте на адрес консульства.